Это Хьюстон Хорошо, Хьюстон, я стою на крыльце Вас понял, Хьюстон Брейк, 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 брейк Это Хьюстон, я проверяю радио и проверяю автоматический выключатель телевизора Это один маленький шаг для человека и один гигантский скачок для человека Это было величайшее приключение для человека Это было самое трудное и опасное путешествие, которое когда-либо предпринималось Я швыряю человека через четверть миллиона миль космического пространства в суровый безвоздушный мир Где жизнь и смерть зависят от каждого пылающего взрыва, шага в вакуум и горения ракеты И у нас получилось Мы выиграли гонку Мы нашли множество сокровищ Это правда К тому времени, когда последний Аполлон упал в океан точно в назначенное время и точно в цель, напряжение исчезло Благодаря кропотливой тщательности и систематическому мастерству всей этой операции, полет на Луну казался невероятно безопасным видом путешествия Но именно в этой операции кроется одно из сокровищ, которое может оказаться для нас более важным, чем все остальное Этот аромат находится здесь, на Земле, недалеко от Хьюстона, в районе протоки к западу от залива Галвистон, в космическом центре имени Джонсона Здесь, в процессе накопления навыков, необходимых для полетов на Луну, было создано нечто совершенно особенное, нечто совершенно новое в мире Результатом стала разработка новых систем для повышения квалификации людей Мы нашли способы объединить людей и машины для выполнения больших и сложных задач Нужно решать проблемы в широком масштабе, такие же сложные, как проблемы нашего расширяющегося общества Это проблемы городов, транспорта, окружающей среды, энергетики Короче говоря, это механизм, направленный на повышение, усиление, усиление способности человека делать то, что он делает лучше всего Принимать решения и общаться с другими людьми С-17, заключительный выпуск руководства Во время долгого обратного отчета и трехчасового ожидания, Аполлон-17 направлялся из центра управления запуском НАСА на мысе Кеннеди Началась последовательность зажигания Все двигатели запущены У нас есть зажигание 210 Мы начинаем взлет Мы начинаем взлет и это освещает все вокруг Здесь, в космическом центре Кеннеди, прямо как при дневном свете, Сатурн-5 трогается с места Он уже покинул башню В тот момент, когда ускоренный Сатурн-5 покинул башню, управление было передано Хьюстону Сцена выглядит великолепно Одна целая, одна десятая Майлз По мере того, как космический корабль исчезал из виду и начинал преодолевать мили космического пространства, огромное количество информации об этом корабле и его экипаже Передавалось туда и обратно между Аполлоном и центром пилотируемых космических кораблей Поток данных, хлынувший в Хьюстон, мгновенно сортировался, обрабатывался и отображался в центре управления полетами На протяжении всего полета сложная коммуникационная сеть поддерживала тесный и непосредственный контакт между диспетчерами, кораблем и экипажем Этот обмен информацией между космическим кораблем и Хьюстоном и космическим кораблем достиг своего пика во время спуска на поверхность Луны Спуск был запланирован на то время, когда лунные модули, командный модуль, отделившись от Луны, находились в прямой видимости антенны Голдстоуна в Калифорнии Поступающие телеметрические данные были направлены через маршрутный компьютер в группы, которые контролируют бортовые системы, системы жизнеобеспечения и биомедицинские системы Физическое состояние астронавта и окружающую среду, топливо, воздух, вода, аккумуляторы, положение космического корабля, ускорение, скорость Между космическим кораблем и каждым кораблем поддерживалась непрерывная голосовая связь с капсулой-коммуникатором в Хьюстоне Вот и все. Я могу это сделать. Приготовься сфотографироваться над Джеком. Сфотографируйся. Так оно и есть. Продолжай. Вот оно. Вот и Камелот. Смотри широко раскрытыми глазами. Вот и цель. Я вижу Ирю. Мы собрали их всех Поток информации с обоих кораблей продолжал поступать на дисплей управления допуском, передавался компьютерам для расчета и прогнозирования в режиме реального времени, а также диспетчерам и руководителю полетов для принятия решения Хорошо, Челленджер, ты идешь на посадку Высота над уровнем моря составляет более 800 футов Она немного завышена Джин, двигайся вперед по лужице Да, мне больше не нужны цифры Я спускаюсь в 5 утра Подвинься немного вперед Высота 90 футов Скорость движения вперед невелика На высоте 80 футов мы снижаемся на скорости 3 метра Снижаясь на скорости 10 футов, срежьте восьмую точку Это очень приятно, очень приятно 20 футов Снижаюсь на скорости 2 метра 10 футов Опускаюсь примерно на 2 метра Очень мало пыли Очень мало пыли Вот это контакт Хьюстон Челленджер приземлился Роджер Челленджер, это просто супер Но мы уже здесь Когда наконец-то наступает момент оглянуться назад Оказывается, что поразительный успех космической программы Основан на сотрудничестве между учеными и инженерами НАСА и американской промышленностью НАСА и многие крупные корпорации, занимающиеся высокими технологиями в этой стране Объединяют усилия, чтобы поставлять оборудование, двигательные установки, знания и навыки, необходимые для высадки человека на Луну Милко Форд предоставил системы телеметрии и связи Это системы, которые получают данные, обрабатывают, сортируют и отображают их на экране Они также отвечали за командно-диспетчерскую работу, обучение людей работе с сетями информационных каналов А также за проектирование и функционирование самого центра управления полетами Наш бизнес выглядит именно так Это Боб Бенвер, руководитель оперативного отдела компании Хилкоу Форд в космическом центре имени Джонсона Эта штука, которую мы называем телеметрией, на самом деле состоит из трех составляющих Мы получаем данные, отправляем их пользователю и затем показываем ему Изначально сообщения отправлялись Азбука и Морзе со скоростью всего 30 слов в минуту А затем с помощью телетайпа мы достигли скорости от 100 до 120 слов в минуту Именно к этому мы пришли с Меркьюри Затем с помощью Хеджемони и Аполлоу мы увеличили эту скорость до 100 слов в минуту Очень сложно представить себе огромное количество данных, поступающих с Луны в центр управления полетами Во время полета на Аполлоне-15 астронавт Дэйв Скотт провел эксперимент, основанный на предположении Галилея Он бросил рядом перо и железный шар, чтобы посмотреть, будут ли они падать с одинаковой скоростью в вакууме Пока они падали, были отправлены данные о сердцебиении Скотта, частоте дыхания, температуре кожи, потреблении энергии и источнике питания, питающем системы жизнеобеспечения и запасы кислорода, а также равное количество данных от Джеймса Ирвина, его спутника на Луне В тот же самый момент к этому подключаются данные о заряде батареи лунохода, состоянии обеих ступеней лунного модуля Многочисленных выводах научных приборов, установленных на поверхности Луны этими астронавтами, а также тех, что были оставлены всеми предыдущими астронавтами Находящийся на орбите выше командно-сервисный модуль, добавляет свой собственный пакет информации о личности астронавта Лордена, окружающей среде и бортовых системах Все это преобразуется и передается через космос, чтобы быть пойманным антенной Голдстоуна на расстоянии 250 миль, прежде чем перо и шар упадут вместе на землю А теперь перейдем к Скайлэбу, где мы обрабатываем в 5 раз больше данных Хочешь верь, хочешь нет, Горди, но я готов принять твою помощь Окей, Джек, это второе блюдо в середине дня с Бзден Звезда Сикстона, это он, 25 лет Плюс ко всему, 310 долларов, так оно и есть, 35 лет Уже слишком поздно, это отличное блюдо для ланча Да, мы считаем, что чем реалистичнее будет тренировка, тем больше пользы ты получишь от нее Это Эмберс Дэвис, менеджер отдела управления полетами компании Филка в Хьюстоне Наша задача обучать диспетчеров, чтобы они могли управлять полетом Мы обучаем их здесь, на наших тренажерах для экипажа, чтобы они действительно понимали физическую реальность космического корабля Не стоит просить человека, проводящего эксперимент на телескопе, например, нажать на выключатель питания, который находится в зоне мастерской И перед каждой миссией мы проводим сотни часов моделирования прямо в центре управления полетами Симуляторы учат эти большие группы работать в команде, в том числе астронавтов, которые находятся в своих тренажерах в пятом корпусе, а также на удаленных объектах В Голдстоуне, Испании, Австралии и так далее Они учатся голосовым дисциплинам, учатся тому, когда и как сообщать о проблемах, как справляться с проблемами и чрезвычайными ситуациями Эта работа, это обучение укрепляют уверенность в себе Будьте уверены в оборудовании, в том, что вы можете на него положиться, что диспетчеры могут использовать полученную информацию для принятия решений Чтобы они знали, когда нажмут на кнопку, то получат нужный дисплей Когда они нажимают на кнопку, чтобы отправить команду, эта команда будет отправлена на космический корабль И это придает астронавтам уверенности в работе диспетчеров, так что в день полета план, который мы так подробно продумали, действительно сработает на практике Через 63 секунды после запуска космической станции Skylab, в момент максимального напряжения Телеметрия сообщила Хьюстону, что беспилотный космический корабль, я попал в беду В течение следующих нескольких часов, исходя из информации, поступающей с датчиков Skylab, диспетчеры полета смогли сделать вывод, что большой алюминиевый микрометеорит Попал в защитный экран, был оторван, в результате чего цилиндр, в котором находились жилые помещения, подвергся воздействию прямого солнечного тепла Температура внутри корабля поднялась до 130 градусов Разрушающийся щит оторвал одну из солнечных панелей и заблокировал другую, в результате чего Skylab остался без электричества Сразу же началась величайшая операция в истории космонавтики, героическая попытка спасти миссию Skylab Здесь, в гигантском резервуаре для воды в космическом центре Маршалла в Алабаме, астронавты пытались восстановить работоспособность Skylab Их скафандры должны были имитировать условия невесомости, которые им предстояло испытать